В 1999 году в Новолагском и Казбековском районах Дагестана произошли бесчеловечные вооружённые столкновения в результате нападения чеченских боевиков. Ранним утром 5 сентября бандформирование, возглавляемый Шамилём Басаевым и Хаттабом, заняли сёла Шушия, Ахар и Гамиах. В районе они столкнулись с сопротивлением, но несмотря на небольшое количество противостоящих боевикам местной милиции и ополчению района, удалось дать отпор превосходящим силам противника. В те страшные дни свидетелем данных событий стал и Каспечанин, смелый и мужественный человек Насир Бурчаков, которому только исполнилось 42 года. Не сказав родным и близким, он одним из первых отправился добровольцем на помощь землякам. Этот день как-то получилось, что я чуть пораньше встал, где-то в 6. И там вот как бегущая строка, нападение на Новолагский район и в череде сёл, там Новолагское, Гамиах, Дучи. Прошёл село Тухчар, Новолагское – это где я родился. И как-то вот ничего не сказал родителям, они у меня тогда были престарелые. Только жене сказал, не говори им. У меня с собой был винчестер, сел на машину свою и поехал. По словам Насира, по пути в Новолагский район он остановился на площади Махачкалы, где на тот момент развернулся лагерь для раненых. Встретив знакомого Арсена Камайлов, который и вёз раненых, вместе с ним он отправился на место боевых действий. Сейчас, спустя 20 лет, Бурчаков вспоминает дни ополчения, наполненные кровью и ненавистью. Тяжёлое было, когда зашли в Тухчар, моё родное село, 13 сентября. И на окраине села сожжённый БТР. Ихний блокпост из бетонных блоков. И банка трёхлитровая, неполная, красная, не жидкость, а твёрдая. Мы смотрели, думали, что это запёкшаяся кровь. В конечном итоге, там шестерых одного офицера и шестерых солдат внутренних войск. Горно резали даже. Сюжет там был Тухчарский крест. А рассказы о бесчеловечной резне в Тухчаре по сей день не оставляют равнодушным жителей республики. В тот зловещий день шесть невинных бойцов пали от рук чеченских боевиков. Эти события один за другим укрепляли наших земляков на пути к освобождению. Мы в засаду попали, даже в машины попали. Это одно. В конечном итоге генерал Казанцев был. Там новая бомба какая-то была. Какой-то туман пускают, потом как-то зажигают. Сам цепёк это называется сейчас. Когда мы собирали, оружие были целые. А там пулемёты, гранатомёты. А у них самих глаза были из ушей. Это такое вакуумная бомба называется. Твёрдость и спокойствие, мужество и профессионализм командующего на тот момент муслима Дахаева поспособствовали предотвращению гибели не только личного состава, но и липецкого ОМОНа, оказавшегося в смертельном кольце бандитов. Полностью выбить боевиков удалось к середине сентября. На сегодняшний день порядка 60 ополченцев получили медали за мужество и храбрость, проявленные в боевых действиях. Были награждены Орденом Мужества, медалью за заслуги перед Отечеством и за отвагу. В числе этих героев Насир Бурчаков получил свою медаль, которая всегда будет ему напоминать о тех событиях, которые поменяли привычный взгляд на мир и укрепили человечность. Потому что мировоззрение, если ты хороший, после армии укрепляется. В армии это укрепляется. Если ты плохой, это плохое тоже укрепляется. Ну, видно, у меня больше было хорошего, так что нормально. Но я не ужесточился после 99-го увиденного. Отметим, что на сегодняшний день Насир Бурчаков является членом боевого братства воинов Афганистана. Он активно принимает участие в деятельности муниципалитета, оказывает различную поддержку населению и участникам специальной военной операции. Оказывает помощь обществу слепит. Да, неоднократно было. Недавно акция была основной. Насир Бурчакович на себя взял нагрузку. Мы сделали небольшую такую благотворительную акцию для наших ребят, которые воюют на СПО. Там, как раз, наши общие товарищи, знакомые воюют уже второй год. А в Длоев заявленный день. И мы узнали, что у них на транспорте колеса пришли негодность. И вот увидел этот ролик, и мы собрались резко-резко. За течение одного-два дня купили колеса, резину, купили камеру. И все это организовали, отправили туда. Пройдя 10 дней ужасного и беспощадного боестолкновения с врагами, я, как никто другой, понимаю, в какой поддержке нуждаются наши военнослужащие сегодня, проходя спецоперацию. Рассказывает участник боевых действий в ополчении Навалакского района 1999 года Насир Бурчаков. Я ребятам на передовой хочу пожелать терпения и удачи. Потому что здоровье пожелаешь. Бывает и здоровый человек, инфаркт, инсульт, раз умер в молодом возрасте. А поэтому я удачи им в бою. Пускай Всевышний поможет им вернуться с победой. Миша Аллах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!